Сегодня подробнее разберем конструкцию и характеристики достаточно популярной модели так называемых мультимедийных акустических систем Microlab Solo 5. Данная акустическая система активная, то есть имеет встроенный усилитель, причем собран он на транзисторах, чем очень гордится производитель. Хотя рядовому пользователю скорее всего без разницы, главное чтобы усилитель имел соответствующие характеристики и не важно каким путем они были достигнуты, на хороших микросхемах или на посредственных транзисторах, это уже проблемы самого производителя. На задней панели активной АЭС можно регулировать тембр низких частот и высоких частот, а громкость на передней панели. Акустическая система без защитных рамок, имеет следующие габариты. Ширина 177 мм, глубина 222 мм, высота 312 мм. Сами рамки снимаются достаточно туго, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не сломать фиксаторы. Корпус фазоинверторного типа, изготовлен из МДФ толщиной 12 мм. Сверху покрыт уже отставшей в некоторых местах декоративной пленкой. На боковых панелях поклеены круги из ДСП, для увеличения жесткости. Звукопоглощающая материала внутри не обнаружена. Труба резонатора внутренним диаметром 38 мм и длиной 146 мм. Выведена на заднюю панель, из-за чего объекты позади не должны препятствовать колебаниям воздуха в трубе. За низкочастотный и среднечастотный диапазон отвечает динамик диаметром 126 мм по краю подвеса. Оценить габариты магнитной системы не получится, так как она закрыта экраном. Диффузор изготовлен из полипропилена. Такой материал легкий и жесткий, но имеет плохое внутреннее демпфирование. Поэтому могут быть заметны характерные резонансные призвуки. Резиновый подвес достаточно мягкий. Собрана вся конструкция на стальной штампованной раме. Резонансная частота составляет 58 Гц, а полная добротность 0,46, что довольно неплохо для таких габаритов. Параметры можете сравнить с советскими аналогами 10GD34 и 25GDN34. ВЧ-диапазон воспроизводится купольным драйвером. В целях увеличения жесткости текстильного купола он обработан пропиткой. Диаметр звуковой катушки несколько больше стандартных 25 мм и составляет около 29 мм. Очевидно, такой выбор был обусловлен необходимостью низкой резонансной частоты и повышенной мощности, ведь заявлена мощность агрегата 40 Вт. Основой магнитной системы является неодимовый магнит. На ее нижнем фланце установлен радиатор для охлаждения. Очевидно, магниты используются самые дешевые, температура их эксплуатации не должна превышать 80 градусов. Поэтому остро стоит вопрос отвода тепла. Резонанс головки приходится на частоту 1583 Гц, а полная добротность равна 1,14. Если присмотреться к импедансной кривой, становится понятным, что ниже 3 кГц ей нежелательно работать и только лишь с фильтрами высоких порядков. Фильтр довольно разветвленный. На нем видны две катушки индуктивности и, по утверждению экспертов, они без феромагнитного сердечника. Имеются также три электролитрических конденсатора и один резистор. У катушки низкочастотного фильтра все же сердечник оказался. Для проверки можно использовать магнит, либо посмотреть на фильтр с другой стороны. По дорожкам на монтажной плате получается фильтр низких частот второго порядка, а фильтр высоких частот третьего. Однако на импедансной кривой вместо одного пика в области разделения у нас почему-то два. Один на частоте 1,6 кГц, другой приближается к частоте 6 кГц. Чтобы прояснить картину, придется сделать так называемую расфильтровку и рассмотреть более подробно номиналы фильтра. Разница в 3 дБ между естественной АЧХ и АЧХ с фильтром для низкочастотного динамика попадает примерно на частоту 2,2 кГц. Для высокочастотного динамика почти на 3 кГц. Появление второго пика является следствием заниженных номиналов катушки индуктивности и второго конденсатора. То есть все три элемента не образуют полноценный фильтр третьего порядка для высоких частот. С какой целью это сделано, без Питера Ларсона не разобраться. Здесь могут быть следующие варианты. Экономия и имитация серьезного фильтра. Или решалась непонятная для нас загадочная корректировка АЧХ. Хотя возраст акустических систем не такой древний, однако номинал некоторых конденсаторов вписывается только в 20% допуск. По желанию клиента производим их замену на пленочные конденсаторы и устанавливаем звукопоглощающий материал. Как первое, так и второе должно положительно повлиять на уменьшение нелинейных искажений. Из импедансных кривых заметно снижение частоты настройки резонатора с 48 Гц до 46 Гц при наличии звукопоглощающего материала. Новые конденсаторы внесли небольшое изменение на график АЧХ по звуковому давлению. Обычная труба без каких-либо скруглений и расширений сама выступает в роли отдельного резонатора. Поэтому на АЧХ большой прирост в области 1 кГц. И это не совсем хорошо. Еще можно посмотреть на уровень дополнительных гармоник, которые будет приносить труба в общую картину. Почему-то часто вспоминая преимущества фазоинверсного акустического оформления, наводит демпфирование НЧ-головки в области работы резонатора. И как следствие существенное снижение нелинейных искажений. Однако забывают, что генерирует звук в этой области труба, а динамик в основном возбуждает резонансную систему. При закрытой трубе и без звукопоглощающего материала резонанс динамика, установленного внутрь диффузором, составляет 80 Гц. Полная добротность системы в таких условиях равна 0,62. В общем, данные агрегаты вполне имеют право на существование, хоть и не без промахов. Зато грубых ошибок, таких как высокодобротные динамики в резонансном оформлении, еще и в тандеме Горбатого и Кривого нет. Интересными они будут для тех, кому нужно немного больше, чем фоновое музыкальное сопровождение. Без больших амбиций, относительно качественного звучания. И нет желания вникать в ваты, омы, импедансы, разновидности кобелей и рисковать с покупкой использованного кота в мешке. А просто хочется устройства Plug and Play, то есть достал из коробки, подключил и играет. Плюс гарантия в качестве приятного бонуса. Жаль только, что надпись красуется не Vega, Амфитон, Радиотехника или Электроника, и с каждой такой покупкой укрепляется чужая экономика, в данном случае китайская. Завершим же свой рассказ отзывом недовольного владельца, под ником Анатолий Гаврилюк. Люди, никогда не покупайте акустику, предварительно не послушав ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова